всем привет недавно получал такую посылку сейчас посмотрим что находится внутри и так внутри находится радиопрограммы квадрокоптер ggrc h12 c и судя по переходнику это у нас магазин banggood они всегда ложат переходники в комплект и так коробка небольшая вот так вот она выглядит откроем ее в комплекте у нас инструкция на английском языке еще одна инструкция и посмотрим что же входит в комплект квадрокоптера в этом пакетике находится комплектация это зарядное устройство с разъемом gst с другой стороны находится usb разъем 4 запасных винта черного цвета судя по виду они идентичны винтам которые используются на квадрокоптере sima x5c карт-ридер отверточка вот такая аппаратура управления и собственно сам квадрокоптер также здесь находится четыре защиты для винтов и 2 установочные пластиковые ноги больше комплекте ничего нет так посмотрим по квадрокоптеру он у нас имеет коллекторные моторчики но работают они очень даже тихо передача как обычно сделано через шестеренку обе шестеренки сделаны из пластика сверху у нас установлена камера с гордо надписью 1080p в полном обзоре посмотрим как она снимает но судя по виду это самая обычная камера которая используется на квадрокоптера джерси частности h8c имеет очень похожую на нее камеру здесь у нас находится переключатель питания аккумулятор уже находится внутри разъем для подключения камеры разъем для зарядки то есть квадрокоптер можно заряжать не вытаскивая аккумулятор из корпуса светодиоды у нас здесь находится два синих спереди два красных сзади также спереди установлено два дополнительных синих светодиода я специально заказывал в таком цвете оранжевом это необычный цвет и раньше я в продаже не видел модели с подобной расцветкой сразу установлю батарейки в аппаратуру питается на четырех пальчиках батареек имеет стандартный валтайсовский экранчик синяя подсветка сверху у нас установлен желтый светодиод привязка выполняется стандартным движением левым стиком стики не нажимаются сверху у нас есть клавиши с помощью левой можно включать выключать подсветку на квадрокоптере правая клавиша выполняет флип долгое удержание обоих клавиш ни к чему не приводит и так снизу у нас есть две дополнительных клавиши первая делает фотографию 2 запускает видеозапись с помощью этой кнопки можно поменять режим с моды 1 на моды 2 напомню что для комфортного использования квадрокоптера нужно выбирать режим моды 2 стики снимаются таким вот образом то есть можно без проблем поменять с одного режима в другой внутри видно плату здесь у нас находится интересный элемент управления это колесо с помощью которого можно плавно менять расходы для этого нажимаем на колесо появляется индикатор и теперь мы можем крутить это колесо и плавно увеличивать или уменьшать расходы такой штуки я еще не видел максимум соответственно 100 процентов минимум можно получить 10 процентов вернув центральное положение где-то на 74 оставлю в принципе аппаратура самая обычная ничего нового особо здесь я не вижу также снизу здесь находится кнопка return с помощью которой квадрокоптер должен перейти в режим автоматического возврата домой конечно же он не имеет gps поэтому возврат будет происходить не очень точно но в полном обзоре я постараюсь показать как это работает итак нужно установить две ножки для того чтобы он мог стоять на столе компоновка точно такая же как у квадрокоптера jgrc h8c кстати в камере я не вижу флешки флешки я не вижу в комплекте в инструкции тоже про флешку ничего не сказано при том показана аппаратура другого квадрокоптера jgrc h8c с маленьким экранчиком я по моему на сайте магазина было заявлено что флешка в комплект входит и так еще раз вернемся квадрокоптеру он таким вот образом открывается отсек внутри находится литий-полимерный аккумулятор разъем gst как я уже говорил имеет он емкость 750 миллиампер час и такой вот нестандартный размер то есть найти замену этому аккумулятору в принципе можно но учтите что он заметно длиннее чем его аналоги скорее всего конечно квад будет летать и с аккумулятором на 500 от симы или от каких-либо других моделей внутри находится плата сразу проверим вес аккумулятора он составляет 23 грамма вес пустого квадрокоптера с установленной камеры составляет 108 грамм если добавить сюда аккумулятор полный полетный вес составляет 131 грамм 4 пластиковых защиты винтов вес от 11 грамм то есть полный полетный вес с установленной защитой камерой 142 грамма включу квадрокоптер и произведем небольшой тест устанавливаю ровно включая аппаратуру нормально летает теперь посмотрим при включенном квадрокоптере что выполняют кнопки на пульте и так с помощью левой верхней кнопки можно включать выключать подсветку снизу при этом два светодиода спереди остаются всегда включены сейчас я установлю карту памяти в квадрокоптер не забывайте что это нужно делать только когда квадрокоптер выключен и теперь можем обратно его включить сделаю несколько фотографий и запишу небольшой видеоролик на камеру квадрокоптера dgfc h12 не знаю что получится попробую в распаковке показать что я тут наснимал карты памяти какая в комплекте нету поэтому я поставил карточку на 8 гигабайт все не забываем закрывать видеозапись так как если вы не нажмете повторно эту кнопку видео не сохранится корректно при отключении питания квадрокоптера и так я немного полетал на этом квадрокоптере в квартире и скажу свое небольшое мнение по удобству его управления стабилизация работает очень хорошо управлять им одно удовольствие скажу по поводу расходов я выставил стопроцентные расходы на аппаратуре и в принципе мне их недостаточно хотелось бы чтобы квадрокоптер был немножко побыстрее то есть этот квадрокоптер он не очень быстрый по сравнению с другими моделями на которых я летал я имею ввиду sima x5c скорее всего немножечко быстрее и djrc h8c тоже будет немножко быстрее расскажу немного о функции возврата домой активируется на с помощью этой кнопки при этом аппаратура начинает пикать квадрокоптер начинает моргать светодиодами в такт сразу после нажатия на эту кнопку квадрокоптер наклоняется в сторону с которой он взлетал и начинает понемножку двигаться назад но газ вам нужно продолжать нажимать самому то есть поддерживать обороты моторов на заданном уровне эта функция реально работает даже в квартире но для этого нужно произвести небольшую подготовку то есть устанавливаем квадрокоптер задней части к себе включаем квадрокоптер включаем аппаратуру и выполняем привязку с помощью левого стика в этом случае он запомнит свое местоположение относительно аппаратуры то есть что в данный момент вы находите сзади него и тогда в любой момент когда вам нужно будет чтобы квадрокоптер сам начал возвращаться к месту старта нажимаете кнопку return он наклоняется в свою очередь немножко назад и регулируйте тягой моторов он будет возвращаться к вам при том интересный нюанс если во время возврата сдвинуть правости к любую сторону квадрокоптер зависают на месте и таким образом включается headless режим то есть когда вы уже увидели квадрокоптер где он конкретно находится можете сдвинуть правости в любую сторону и управлять квадрокоптером headless режиме то есть для возврата домой нажимаете стик вниз для движения вперед нажимаете соответственно вперед влево-влево вправо-вправо не важно какой стороной при этом квадрокоптер будет к вам повёрнутый допустим даже по диагонали нажатие стика вниз будет приводить к тому что квадрокоптер будет возвращаться к вам назад при том даже если квадрокоптер момент включения режима возврата домой будет повернутый к вам по диагонали он все равно начнет возвращаться домой без каких-либо проблем то есть я повторяю этот режим идеально работает даже в квартире честно говоря этого не ожидал и это очень даже неплохая штука осталось только дождаться теста в этой модели на улице а также посмотреть как все таки его комплектная видеокамера производит фото и видеозапись думаю для распаковки этого достаточно подписывайтесь на канал вступайте в мою группу вконтакте задавайте вопросы по этой модели по другим радиоуправляемым моделям смотрите мои другие ролики купить этот квадрокоптер можно на магазине banggood стоимость на данный момент около 68 долларов за эти деньги можно получить современный квадрокоптер с установленной 5 мегапиксельной камерой ждите полного обзора в нем я постараюсь показать насколько качественно эта камера снимает всем спасибо за внимание всем отличное настроение всем пока а